Поздно вечером в субботу новость о жестком ДТП на улице Куконковых взорвала ивановские паблики. Смертельная авария случилась у дома номер 90. По информации ОМВД, водитель машины Черри Тига выезжал с переулка меланжистов на улицу Куконковых. Не справившись с управлением, он вылетел за пределы проезжей части и на большой скорости врезался в пятиэтажку. От удара на первом этаже выбило стекло. Арина Паснова живет в этом доме на третьем этаже вместе с родителями. Около девяти вечера они с семьей услышали громкий звук. Если честно, в связи с последними событиями мы подумали, что что-то врезалось в наш дом, а-ля дрон или что-то такое. Мы очень испугались, выбежали, увидели эту аварию. Но звук был очень громкий. Сначала был звук удара и сразу потом звук упавшего стекла. Именно Арина первая вызвала все экстренные службы. Четыре человека, находящиеся в салоне машины, мужчины 74-го, 79-го и двое 78-го годов рождения погибли на месте. Еще один мужчина 84-го года рождения был госпитализирован. В МЧС рассказали, что выживший в жуткой аварии находился на переднем пассажирском сидении. Его, а также всех погибших, пришлось извлекать из искореженной машины при помощи специального инструмента. В понедельник в департаменте здравоохранения нам сообщили. Пострадавший мужчина находится в реанимации Ивановской областной клинической больницы в стабильно тяжелом состоянии. Арина нам также рассказала, ее отец подошел к месту аварии немного позже, но успел пообщаться с очевидцами на остановке общественного транспорта. Те заверили, машина неслась на огромной скорости. Людей было достаточно много. Кто-то возвращался после работы, на остановке ждал транспорт и прочее. И он узнал, что скорость была очень большая. Они ехали по частнику. И, видимо, они заметили вот этот островок безопасности и подскочили как на трамплине на нем. Поэтому не смогли вовремя остановиться. Около остановки остались следы от колес машины. От них до скамейки, где находились люди около метра. Автомашина Черри Тига, на которой разбились мужчины, выпущена в этом году. Поэтому первая версия случившегося, что стало распространяться в соцсетях, была такой. Все мужчины в салоне были пьяные, праздновали покупку авто. Есть и версия о том, что водителю резко стало плохо. Другой комментатор уверяет, знал погибшего водителя, машина действительно новая. Дословно, ее владелец хотел показать друзьям, как работает автопилот на китайском автопроме. Машина стала полностью неуправляема. Не хочу ругать китайские машины, но, видимо, в стечении обстоятельств. Некоторые комментаторы пишут, всему виной как раз некачественный китайский автопром. Машина сделана из картона, раз так сложилось. Эксперт-техник Александр Касьяненко утверждает, при определении причины ДТП всегда учитывается несколько факторов. Погода, покрытие, скорость, в том числе и состояние транспортного средства. Мы знаем, что современные новые автомобили, которые выпускаются, особенно последнего поколения, последние нескольких лет, они проходят определенные тесты европейские, НКЭП так называемые. И, соответственно, только после того, когда они проходят проверку на аварийность, на, значит, вот этот краш-тест именно на силу удара, на кого приходит удар, больше на пассажиров, больше на водителей и так далее, то есть только после этого прохождения всех тестов и всех проверок машина и транспортное средство выпускается в серийное производство. О краш-тестах. По словам Александра, у последних моделей Черри Тига более 80% тестов пройдено на отлично. Важное «но» – тест проходит в городских условиях, то есть при скорости в 60 и 80 км в час. Результатов экспертиз на скорость автомобиля, а также наличие алкоголя в крови водителя в ГИБДД пока что нет. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.